всем привет с вами кекс и сегодня я хочу рассказать рецепт ну просто офигительных шоколадных коржей я этот рецепт нашла доработала не так давно и хочу обязательно вам его рассказать так как по вкусу намного вкуснее получается чем просто шоколадные коржи которые я давала вам ранее и вкуснее чем шоколадный шифоновый бисквит и тем более вкуснее чем просто бисквит так как я не совсем понимала в этот раз будет ли вытекать у меня тесто или не будет с моей формы то есть тесто здесь имеют составе масло потечет не потечет я решила сделать вот такую конструкцию может кому пригодится у кого такая разъемная форма я фольгой заворачиваю пергамент прижимаю фольгу в общем вы все видите здесь как бы ничего сложного чтобы просто не было куда вытекать нашим коржам но эти коржи не вытекают они хорошо остаются в форме поэтому в принципе мне это не пригодилось но вдруг кому-то будет полезно вот держите так вот внутрь я простеливаю еще кусочком пергамента у меня я разрезала такие специально на узкие полоски пергамент чтобы у меня нигде не приставала меньше мыть приходилось ну в общем вы знаете такая лентяйка немного для теста рецепт я выложу внизу у вас в описании будет полный рецепт ну и сейчас здесь вам потихоньку буду рассказывать ну нам нужно 250 грамм масла то есть без ну практически полторы пачки вот ну там чуть чуть меньше смотря у кого какие пачки у меня были по 180 грамм у кого-то по 200 ну то есть пачки бывают разные вот поэтому мне проще было воспользоваться весами абсолютно можно здесь на глаз пожалуйста регулируйте свою сладость регулируйте то что вам нравится не бойтесь экспериментировать все всегда получится это я вам уже не первый раз говорю масло у меня было из холодильника я пока его поставила на самую маленькую мощность микроволновку чтобы она чуть-чуть подтаяла у меня буквально там на 30 секунд достаточно просто чтобы она стала у меня мягким или вы его можете оставить при комнатной температуре на какое-то время чтобы она у вас была мягкими поддавалась взбивание нам понадобится 350 грамм муки и 100 грамм какао какао у меня очень хороший я за него как бы знаю что она у меня очень хорошая очень темная и очень насыщенная по вкусу то есть качество у него не страдает поэтому я буду брать какао всего 80 грамм то есть мне кажется этого даже тоже с головой достаточно вот если вы не уверены в своем какао или это магазинный такой в пакетиках покупной лучше все-таки положите его как в рецепте указано 100 грамм как я пишу потому что этот какао я заказываю отдельно кондитерском отделе это ну специальный какао в общем так я всегда чтобы лишний раз простите не мыть ситечка просеиваю часть муки потом досеиваю какао и потом опять просеиваю часть муки туда чтобы этой мукой полностью убралась все какао с моего ситечка вот такая вот я лентяйка ну это это ни к чему это я не чему говорю просто чтобы не думали почему у меня раз мука потом какао потом два мука вот вес от этого не уменьшается единственное простите уж за мой склероз я немножко перепутала с шоколадным шифоновым бисквитом там где мы сразу в сухую смесь добавляем сахар здесь нам нужно не так много здесь нам нужно 210 грамм сахара это полный граненый стакан и еще чуть-чуть то есть ну как бы с горкой такой граненый стакан стакан у меня на 200 грамм на 200 миллилитров это с горкой полностью граненый стакан вот и лучше всего сахар здесь будет положить позже я скажу когда просто я ну чуть-чуть перепутала и насыпала все сразу в общем вам говорю как лучше будет сюда же сразу в сухую смесь нужно добавить пакетик разрыхлителя разрыхлитель у меня 5 граммовый доктор отгер и сюда же нужно будет добавить одну чайную ложку соды соду гасить не нужно особенно если у вас хороший какао то какао гасит соду то есть ну вот гасит соду точно так же как в шоколадном бисквите который я показывала до этого вот у нас ушла уже и разрыхлитель и сода все собственно мне здесь весы больше не нужны и надо очень хорошо перемешать нашу смесь чтобы она была равномерно в общем равномерно вымешана не было сгустков отдельно муки отдельно какао чтобы у вас и какао нигде комочками не взялось то есть просто хорошенько перемешайте это не так уж сложно теперь вот посмотрите на мое масло мое масло слегка потайла его сейчас перемешаю вот и она мне просто такое мягкое мягкое масло я высыпаю в кухонную машину чтобы мне удобнее было перемешивать можно конечно вообще это сделать руками если вы сильно хотите просто у вас уже рука устанет на самом деле вымешивать это все добро ложкой но если другого выбора нет или если вы делаете маленькие пироженки то можно сделать ложкой если у вас вы будете уменьшать свою порцию допустим в половину на одно яйцо то есть ну смотрите сами так вот сейчас вот мое масло я включаю на небольшую скорость просто перемешиваю свое масло чтобы она хорошо у меня смешалась и равномерно было подтаявше не подтаявше и сюда добавляю пакетик ванильного сахара в этот момент нужно было бы добавить и сахар то есть 210 грамм которые я добавила сухую смесь и также сюда добавляю щепотку соли мне кажется просто что я там столкнулась с проблемой что я ждала пока у меня растает сахар вот чтобы равномерно сладкое было а если бы я добавила его в масло он бы начал растворяться немного пораньше и в общем в общем лучше добавьте сахар в масло а не сухую смесь начинаю вводить по одному яйца нам для этого полного рецепта нужно всего лишь два яйца яйца ввожу по одному почему чтобы сильно не расслоилась моя смесь хотя она все равно расслоится когда я добавлю молоко молоко у меня будет холодное с холодильника но на самом деле это абсолютно не сыграет мне роли потому что при добавлении сухой смеси а ее абсолютно достаточно для того чтобы растереть полностью мою массу и не осталось никаких комочков молока мне нужно 130 миллилитров то бишь я добавляю здесь две и чуть больше чем еще с половинку рюмочки у меня 50 граммов рюмочки ну что-то так привыкла так и делаю вы добавляете как угодно какой у вас мерный стакан в общем 130 миллилитров молока и масса начинает наши немного там расслаиваться не пугайтесь не бойтесь как бы молоко просто не особенно если она у вас тоже была холодная но не очень дружит с маслом и я начинаю по ложке с горкой так насыпать щедро и ввожу свою смесь много сразу не сыплю почему потому что будет летать по всей кухне это пыль мука и все остальное поэтому добавляю ложку жду пока она немного войдет у меня как бы смешается и ввожу следующую таким образом я ввожу полностью всю свою сухую смесь и я еще немного по перемешиваю потому что я же говорю я не знала раствориться ли у меня сахар но успеет ли он раствориться потому что кстати что хотела сказать это тесто отлично подойдет для американских пироженок в у пи пай то есть может кто-то слышал может нет такие с двух сторон как полу бисквитные пироженки внутри с начинкой я туда еще фруктик положила вот я себе оставлю чуть-чуть теста и сделаю несколько таких пироженок и я украшу ними торт тортик у меня этот будет для мамы на день рождения вот как бы для себя для семьи поэтому решила сделать вот такой вот вкусный обалденно шоколадный торт мне сейчас шоколадного очень хочется поэтому очень захотелось мне вот такой вот насыщенный шоколадный торт и он на самом деле обалденный он того стоит вот он такой прям прям очень шоколадный прям сверху трескается прям классный вообще Попробуйте и вы реально не пожалеете Если вы любите шоколад Это просто для вас Вы сейчас увидите, что даже без выпечки Это тесто такое, что его уже хочется есть Оно на вид просто как плавленый шоколад Такое прям очень насыщенное и очень вкусное Оно не очень сладкое Не очень сладкое Вот То есть оно рассчитано на то, что сладким будет крем Посмотрите, какое прям насыщенное шоколадное тесто Прям просто хочется этот венчик облизывать Он прям пахнет сумасшедше Просто насыщенно пахнет плавленым шоколадом Вот Что еще хочется сказать про эти коржи Печь мы их будем при температуре 160-180 градусов Я так обычно ставлю где-то 170-175 Вот Или ставлю 180, а потом в конце ставлю 160 Чтобы дошло тесто, но не пригорало у меня нигде Вот А просто как бы пропеклось На всякий случай, если вы делаете тоже в кухонной машине Я еще перемешиваю ложкой Чтобы там нигде на дне у нас не пооставалось никакого сухого И нужно попробовать между пальчиками перетереть Вот так вот Попробовать или сахар растаял Нет, у меня еще сахар чуть-чуть не растаял Поэтому я на пару минут Оставлю свое тесто постоять на столе Но лучше начинать как бы работать сразу Если вы добавили масло В масло Сахар и оно у вас растаяло Точнее сахар у вас растаял То можно начинать работать сразу У меня вот постояло пару минут Я попробовала, сахар уже у меня подтаял И можно работать дальше Густое такое отличное тесто вышло У меня этого теста хватит и на весь торт На три коржа И на несколько пироженок Там по-моему штук 8 у меня Чи 10 вышло Что-то такое этих пироженок Здесь я буду выкладывать Вообще лучше всего печь по одному коржу Вот Вам так будет быстрее Если вы на такую порцию делаете То один корж будет печься у вас где-то порядка 20 минут 20-30 В зависимости от того на какой температуре вы будете Печь нужно его до сухой шпажки Вот Чтобы на шпажке не оставалось никаких мокрых И не пропеченных кусочков Я чтобы сэкономить время Буду печь Сразу на два коржа Чтобы потом разрезать И потом еще на один Чтобы не печь три раза Вот Поэтому сюда выкладываю Чуть больше чем половину Своего теста Вышел у меня Корж приблизительно 4 сантиметра Где-то Ну чуть больше наверное чем 4 сантиметра Вот я пробую Шпажка у меня сухая Можно открывать И потом я испеку еще Один корж И оставлю еще Немножко теста на свои пироженки Поэтому использовала чуть больше чем половину теста Чтобы осталось у меня еще на пирожнике Вот Жалко у меня там я крючочком вот задела И отломалось кусочек Но ничего я положу в середину этот корж Видно не будет Но зато я вам здесь могу показать Какой он вот насыщенный черный шоколадный Пористый Красивый Нигде не слипся Нигде ничего ему нет Он очень красивый И пахнет просто сумасшедшим Сверху он такими трещинками Он не вылазит горбом Не становится Как шифоновый бисквит Там тесто жидкое Он просто такой как нужно Просто обалденный Вот ставлю второй корж перца Здесь Вот я оставила буквально пару ложек Еще себе на пироженки Которые я буду отсаживать С помощью кондитерского мешка Ну типа как макарончики Буду отсаживать наподобие И по размеру где-то такие же Пересаживаю свое тесто В кондитерский мешок И сзади Я на обратной стороне пергамента Вот начертила кружочки Их не видно там Вам наверное отсюда Вот цвета И по их форме Буду выкладывать Свои пироженки Тесто довольно тугое Поэтому приготовьтесь к этому Я начинаю с внешнего края И прихожу в средину Нам главное Чтобы внешний край Был как можно более ровнее Потому что пироженка Еще немножко поплывет в сторону Не очень сильно Но немножко поплывет И чтобы оно было Как бы Более Менее круглое Вот И нам нужно добиться Именно внешнего Ровного края Вы можете делать Только такие пироженки Их очень много Получается с этого теста Поэтому советую вам Делать только пол порции На одно яйцо И вам хватит этих пироженок Накормить Все семейство На пару дней вперед Я взяла Водичку обычную И чтобы Я не знала Поплывет Она выровняется Моя верхушка Не выровняется Но она выравнивается Хорошо Но на всякий случай Можете выровнять Вот так водичкой Немножко Кончик Чтобы у нас не выглядело Несуразно Наши пироженки Вот такие вот они у меня были На 10 минут в духовку При такой же температуре 160-180 градусов И вот такие вот они у меня стали То есть они стали ровненькие Красивые В следующем видео я покажу Уже как я собирала тортик С этими коржами Тортик у меня будет Малибу Очень вкусный Поэтому советую вам посмотреть Вот такие вот рыхлые Красивые коржи У меня получились А так смотрите Мое следующее видео Будет интересно А с вами был Кекс До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok